Продолжаем занятие графические ботанические зарисовочки. И вот посмотрите, какой букет у нас экзотических растений, именно зеленых листьев, которые очень часто нам нужны для того, чтобы понимать, чем мы можем поддержать, допустим, те или иные цветовые букеты. Нам обязательно нужны какие-то большие листья, как типа лопухи, знаете, которые охраняют эти букеты. И вот здесь такие коробочки. Коробочки для синеньких цветов. Так, похоже на маковые коробочки. И мы сразу с вами будем играться в светотень. У нас свет, как обычно, слева и сверху. И здесь такая впадинка. И четыре таких очень агрессивных усиков. Вот они. Даже не четыре, а пять. А там внутри, видите, такая звездочка. Заодно знакомимся с этим растением. Себе. Прежде всего объясняем себе, как это делал Леонардо да Винчи. Он все цветы изучал в объяснении самому себе. Вот чуть-чуть побольше такая. А что это за растение? Мы его знаем. Это растение очень красивое. Если оно распустится, да, там внутри находится пятилистник очень красивого синего цветка. Но бутон, бутон еще красивее. Поэтому мне он напоминает архитектуру гауги. Сейчас вид сверху давайте. Ну, название мы не знаем, да? Поэтому наши зрители, если узнают это растение, могут написать в комментариях. Да, конечно. Вот. И посмотрите, как там. Пяти. Раз, два, три, четыре, пять. Пятизвездный такой паучок. Давайте. Вот. Пошел паучок. Это чистая, вот, знаете, космическая станция какая-то. Потому что он защищается так, этот паучок. Ну, видно, что там скопление каких-то его семян, которыми он будет распыляться на следующий год. О, а теперь светотень давайте. Смотрите, вот это плато обязательно будет вот здесь немножко темненькое, а вот здесь опять светлое. Вот этот усик будет темненький, этот более-менее. А эти два светлых. А здесь наоборот, давайте мы с вами, знаете, видеть сверху вот какой будет овальчик. Для чего мы рисуем вот эти параллели и меридианы? А он такой и есть, вы понимаете. Он и вдоль разрезанный, и поперек мы разрезаем для того, чтобы показать его объем. Мы всегда действуем. Если у нас шар, да, мы всегда действуем объемами овалов. Овалы нам помогают показать светотень. И вот смотрите, показали немножко светотень, и полутон закругляющий. Под шаром будет падающая. Вот. И вот мы себе объяснили его уже. И потом, когда нам надо будет вписывать его в натюрморт цветочный, мы уже будем, как сказать, вооружены. Так, ну что, вот огромный лист. Я хочу его попробовать понять на кончике пера. Вот смотрите, похож на человеческую ладонь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь листьев. Посмотрите, с изнанки какой, да. Прям жилы проходят, вот как человеческая кровеносная система. А каждый, каждый из капельки вырастает в прямоугольник с носиком. И среднесерединная линия у каждого. А вот это считайте, что это как запястье и предплечье, да, если бы это была рука. Ну что, попробуем его. Я его положу для того, чтобы понять, как он будет у нас, допустим, в перспективе выхода из какой-нибудь вазы. Давайте толстенькое предплечье. И вот здесь вот место сборки, да, вот оно идёт. И пошли. Давайте сначала маленький. Пойдём. Капелька, потом второй. Смотрим на натуру. Опять капелька, третий. Капелька, четвёртый, самый большой, будет и длинный. Капелька, пятый. В перспективе ушёл уже более узенький, потому что он уже, ну, как бы прижат. И шестой прям лежит на столе. Тоже перспективочка у него. И седьмой вот откуда пошёл. Загнутый будет немножко. Вот он пошёл. И давайте сразу среднесерединные, вот они пошли. Да, каждая из них форма является книжечкой. И обратите внимание, на большом листе Лена ограничила границы картинной плоскости. Вы тоже обязательно себе сделаете это. Потом вы узнаете, почему мы это сделали. Вот, это без светотеней. Но давайте, у него не будет сильно большой светотеней, потому что он такой штамп зелёного. Здесь изумрудка арарат, скорее всего. Но я всё-таки себе подскажу, кое-что подскажу. Сверх, слева и сверху. Давайте, вот подсказочка. Это большой цилиндрик толстенький. Предплечье, вот оно, да? Подсказываем себе поперёк, поперёк собственную тень. Здесь у нас идёт запястье. Вот оно, такое, знаете, как впадинка. И пошли объяснять, какая будет больше затенённая территория. Вот здесь, конечно, роль собственной тени будут играть вот эти два листика. Можем смелее работать. В разные стороны работаем, как будто мы трогаем его. Легче, легче, легче. Так. Вот здесь собственная будет серьёзная. Так. И падающая, конечно, пойдёт от каждого из них. И мы эту падающую вот где покажем. Там, где вот эти овальчики. Они такие красивые, соединённые одного листа с другим. Вот они, эти овальчики. Смотрите. Вот они. Вот, 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 вот. Знаете, между пальчиками такие расстояния. Вот хотите, можем показать, что эти два листа уже лежат на столе. Даже один перед столом нагнулся. А вот эти два уже лежат на столе. Поэтому мы им сделаем. Вот, смотрите. Падающие вот от этой точечки. Да, пошли. Сами себе рассказываем, что происходит. Почему такое эстетическое растение приехало откуда-то к нам, чтобы украсить наш букет. Да, но вы знаете, что у них ещё есть. Вот такие прожилочки. Которые капиллярчики, капиллярчики. Давайте мы... Они с небольшим сдвигом, вот так. С небольшим сдвигом наметим эти капиллярчики. Вот они. Только для себя, чтобы мы понимали, как распространяется вещество, вот это хорошее, для того, чтобы лист был свежим. Помните, мы изучали, ботаниками были в школе, изучали, через микроскоп, как образуется клетка живого растения, и как она пульсирует. Мы только тогда поняли, когда мы с микроскопом посмотрели. Так, ну всё. Это мы себе уже объяснили. Идём дальше. Нам нужно отделить один лист от другого. Вот. Чуть-чуть отделяем. И сразу себе говорим, какая половинка будет освещена больше, какая половинка меньше. Я думаю, что вот эта половинка будет как бы чуть-чуть в тени, а вот эта половинка листа будет больше освещена. Дальше. Здесь то же самое. Если мы хотим свитотенку, это половинка больше тени, это освещена здесь тоже. Показываем примерно, как будут. И, конечно же, расстояние между пальчиками. Вот они, да. Такие они. Прям красивенькие и уютные. Это же негативные пространства. Негативные пространства. Дырочки. Вот они, смотрите, какие. Этим и красиво это растение. Но не просто его надо знать, его надо ещё уметь расположить в перспективе. Допустим, он будет вставленный в какую-то стеклянную колбу. Надо, чтобы он как бы свисал немножко. И вот здесь, конечно. Вот. Я думаю, что, конечно, если вы будете делать ещё в светотеневой, надо обязательно вот эти кромочки обозначить самым светлым. Вот здесь. Вот здесь. Вот. Здесь ещё темно. Темно. Темно, как типа падающая оттенка. Хотите, вот здесь тоже сделайте такую разделяющую. Вот. Вот такой лист у нас будет. Давайте теперь что-нибудь маленькое. Ну, я думаю, что вот этот хорош будет. Вот он на нас смотрит. Бутон. Давайте мы его обозначим. С такими усиками мы уже знаем эти усики. Агрессивные, как паучок. И там звёздочка идёт. Знаете, как... Помните, знак качества был? Вот так же. И светотени сразу же. Красиво эти коробочки. Они могут быть у роз, у маков, у тюльпанов. Вот эти вот нераскрывшиеся настоящие архитектурные, допустим, купола зданий. И цирклушек. Вот. И там, конечно, у них идут вот такие ещё тоненькие листики, подобие ромашек. Если вы видели урок с ромашками, тоже такие вот, знаете, капиллярные листики, тоненькие. Ну что, кто нам ещё нужен? Посмотрите, давайте вот этот возьмём лист, этот вставляем в колбу. Видите, вот так в колбу. раз, и всё. Он, видите, охраняет букет. Вот кто нам. Давайте попробуем вот этот лист нарисовать. Так, ну его поменьше немножко сделаем. Я его вот так ставлю в пространстве. Так, кто это такой? Давайте посмотрим. Это тоже из рода пальмовых. Вот лист. Видите, какой лист? Длинный с носиком. И пошли. Давайте. Нижний лист пошёл. Носик рисовать особо не буду. И прям вот сюда череночку и не забывайте среднесерединную. Второй лист близко пошёл и прям наехал на первый. И задрался носиком немного. И прям вот к череночку прицепился среднесерединный. А с этой стороны вот где лист пойдёт. Смотрите. То есть они в шахматном порядке, да? В шахматном, да. И он тоньше будет немножечко. О! Изогнут. Есть. Пошли. Здесь пропустился лист. Здесь лист. Даже если вы видите, что листы идут одинаково, вы хоть немножко делайте им наклон немного по-другому, чтобы пластику показать. А почему ближний к нам лист тоньше? А потому что он в перспективе ушёл. Сейчас мы его затемним. Давайте вот если мы... хорошо видно вот отсюда с этого рахта. его затемним, сюда на него не будет сильно большой свет падать. А вот куда будет падать свет. Вот куда. И сюда опять будет таять этот свет. Как идут капиллярчики. Смотрим тоже вот так. всегда смотрим какая половинка листа будет больше освещена, какая меньше. Давайте немного пластику разовьём. пластика, пластика. Можем переплести листики. Всегда хорошо. Мы же ученики Леонарда. И здесь толщиночку можем нарисовать. Переплели листики между собой. Леонарда нас учил всегда возможности переплетаться. Вот когда переплетены пальцы. очень интересно. Можно играть с двумя руками. То же самое листья. Вот кто у нас пойдёт более тоненькие пойдут. Более тоненькие. Среднесерединную книжечку не забывайте. Ещё уже давайте переплетём здесь для интереса. Один переходит в другой. Ещё тоньше. Вверх идут как знаете решёточка всё тоньше и тоньше. Давайте вот всё тоньше и тоньше. Знаете вы эти листья. Все кто путешествует по земле знают что такое экзотические растения растения. Тоньше меньше и в таких маленьких превращается и завершающий может и наклониться. Ничего страшного. Вот так. Вот смотрите да и переплетение. Давайте мы немножко тонального разбора этим листьям дадим для себя чтобы мы понимали как их делать эти будут мимо света вклиться мимо света мимо света и особенно вот те которые переплетены показываем так это у нас от другого растения череночек соединение показываем соединение вот оно много не мучаем вот так себе объяснили самое главное знаем что у нас самый последний листик он маленький и вот такое вот растенец у нас веточка она всегда очень хороша так дальше кто нам может помочь посмотрите какие хорошие листья вот они да давайте кинем кинем лист и заодно посмотрим что это у нас за лист давайте переплетем здесь немного чтобы у нас была очень красивая ботаническая композиция надо уметь переплетать растения между собой туда пойдет лист вот туда и сразу вот сюда пойдет лист и вверх пойдет лист перспектива удаления и давайте мы придумаем еще и вот сюда лист хорошо а то нам здесь скучно в этом месте и конечно же надо направление поменять его смотрите два листа идут в одинаковом направлении и мне это не подходит я хочу поменять направление листа вот вот и сюда пойдет давайте сразу капиллярные сеточки пустим вот кто нам еще нужен сюда некуда поэтому мы сейчас дадим падающую теньку от него от этого как будто он лежит на плоскости нам интересно как они будут дотрагиваться до допустим до стола капиллярные здесь пойдет больше тенечки и вот допустим вот этот лист дотронулся до стола да и у него будет вот такая падающая это переплетение с первым растением может спокойно сделать здесь теневую территорию соединяющих два растения и сразу человек который смотрит на эту графическую территорию он ну будет ему будет интересно когда тональный разбор будет хоть немножко ну рядом с тончайшей графикой конечно так ну что можно здесь уголок этот пустить в собственную вот так и этот уголочек пустим в собственную немножко но вообще когда вы рисуете листья старайтесь сильно носики им не рисовать иначе они будут агрессивны так кто нам еще нужен посмотрите какая красивая штучка есть метелочка такая ой какая-то интересная давайте попробуем понять кто она такая ой из многих метелочек состоит сейчас будем разбираться так вот она пошла да давайте познакомимся с этой экзотической метелкой это все от одного растения нет это сборная солянка разных растений посмотрите здесь пошел зонтик я его вижу снизу зонтичек очень очень множественный зонтик пошел здесь каждая иголочка понимаете соединена в такой веерок пушистый да вот сейчас я оторву покажу вот он да веерок пушистый и это множество веерков давайте мы эти веерки начнем 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 там еще ты можешь медитировать не говори но самое главное если вы это поймете вы потом кистью кистью будете просто одним мазком это все делать главное понять графикой как это все делается понимаете что откуда растет где место сборки у каждой метелочки где место сборки у зонтика сколько там идет переплетений 1 2 3 4 5 вот допустим одна есть да одно сочетание есть а от него посмотрите что идет вот они идут листики которые их накрывали вон они даже со средней серединной линии видите рубашка идет вот поэтому мы изучаем это все а потом легко уже кистью работаем вот здесь можно потемнее чуть-чуть сделать знаете как а свет сюда попадет есть мало этого здесь еще вот кто пойдет сестра тоже зонтик сестра чуть поменьше у нас же не растет на украине такое да это только из голландии могли откуда-то вывести или из какой-то экзотической страны латинской америки там знаете девственные леса там такое все есть и несколько больших еще в разные стороны эти метелочки посмотрите какие и мало того из этого же места посмотрите вот как мы будем знать что это не шахматный порядок из этого же места брат сестра а вот брат да а это допустим мама да и опять то есть это симметричное растение вот они эти зонтички и опять пошли здесь можно немножко наклон сделать чтобы этому растению дать эмоциональное такое эмоциональное состояние и опять рубашечка в разные стороны вот мы и выучили вот такую вот не знаю что ей можно делать подмалевочек так все выучили растения вроде бы все если мы выучили все растения и у нас осталось место какое-то на нашем месте допустим вот мы хотим вот эту рамочку вот кротинная плоскость образовалась мы все равно должны во-первых написать как называется вова мне скажет как на латыни будут экзотические растения называться и мы смотрим вот здесь не хватает информации тональной а вот здесь мы берем и прям его большого давайте выучим его раз и навсегда вот он космический корабль здесь вот когда большой начинаешь изучать абсолютно по-другому начинаешь к нему относиться как знаете как будто это ваш дом раз два три четыре пятый вот сюда пошел да и вот здесь будет темно 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 и здесь вот серединка будет и вот раз два вот такие вот такая звездочка будет идти вовнутрь и только когда он большой тогда мы можем выучить эту звездочку вот собственное собственное так а теперь себе рассказываем что это все-таки такой вот удлиненный и даже асимметричный цветок и вот от этих усиков и пойдут наши арбузики вон они влюблены меридианчики меридианчики вот они а теперь мы себе расскажем почему оно такое уютное да потому что вот эти пушистики они ветками своими видите что делают обнимают обнимашки причем видите как они в шахматном порядке не то что предыдущее растение обнимашки эти обнимашки посмотрите какие они красивые у них усики идут четко перпендикулярно видите усики вон они прям вот как знаете как будто бы потому что как будто экзотические растения на латыни найди положено написать не ну найди и напиши нам мы сейчас подпишем можно моем телефоне мы вот это сделали но все равно нам хоть что-то надо тонально пробить иначе вот как будто бы мнимую падающую давайте не бойтесь никогда себе подсказать и тонально да что происходит и давайте здесь собственную немного плэнс пишем сейчас напишем как эхотик эхотик плэнс энд бик ливз экзотические растения и большие листья вот мы немножечко вот здесь но все равно у нас еще остается место для того чтобы мы могли что-нибудь поделать мы специально уделяем много внимания заполнению картинной плоскости для того чтобы вы поняли как превращать учебный рисунок вот туда покажи ромашки как превращать учебный рисунок в произведение искусства потом вы берете вот я вам показываю берете в рамочку вот так и можете подарить кому-то на день рождения или продать или продать очень дорого итак резюме резюме подписываем работу где-нибудь давайте по сюру по сюру пойдем да допустим не снизу справа или слева а сбоку о и отсылаем его в мир людям вот что еще ну-ка давайте примерим достаточно у нас информации может быть здесь еще маленькую какую-то информацию куда дать а кто у нас может быть маленькой информацией сейчас посмотрим всех ли мы нарисовали вот у нас маленькая информация вот маленький так где он подростков вот он вот он маленький такой имеет право на пластику не расцветшего растения и такой нежный не успел расцветь а уже надо завидать так скажем по цвету майское зеленое а теперь когда они нам эти растения попадутся да вот они сейчас нам попадутся Володя будет делать натюрморт на фоне очень красивой драпировки английская красная вот эти экзотические листья надо сделать вот драпировка и вот маленькие чашечки сейчас на холстике он будет делать а вот это ему работка пригодится по графике смотреть из чего состоит каждое растение вот вот так вы научились вместе с нами изображать экзотические растения и делать из учебного рисунка чуть всё серьёзно всё всё как